Астролёры из Ульяновска В рамках предварительного расследования установлено, что 19 марта 2019 года обвиняемые на автомобиле под управлением знакомого приехали в Мордовию с целью сбыта фальшивых банкнот. Посредством сети интернет они выбрали объявление по продаже дорогостоящих мобильных телефонов, связались с их авторами и в тот же вечер с двумя горожанами совершили сделки, расплатившись 14 поддельными купюрами номиналом 5000 рублей. Жертв ульяновцы находили через сайт Авито. Одним из продавцов айфона оказался студент из Индии. Иностранцу всучили 35 тысяч фальшивых рублей в подъезде дома по улице Крупской. Другой хозяин айфона расстался со своим гаджетом за такую же сумму возле торгового центра «Космос». Гастролёры специально назначали встречи продавцам вечером в плохо освещенных местах, чтобы они не распознали подделки. Через несколько дней после преступления личности подозреваемых уже были известны мордовским полицейским. Совместно с СОБР «Звезда» регионального управления Росгвардии при содействии Управления экономической безопасности и противодействии коррупции у МВД России по городу Ульяновск их задержали по месту жительства. У одного из фигурантов правоохранители при обыске в доме обнаружили и изъяли поддельную денежную купюру банка России номиналом 5000 рублей. Приобретенные в Мордовии телефоны обвиняемые реализовали за 60 тысяч рублей неустановленным лицам. Примечательно, что мать Артёма Саблина работает старшим следователем в районном отделе полиции в Ульяновской области. Во время расследования дела выяснилось, что молодые люди сбыли еще 8 пятитысячных фальшивок в Самаре. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следственный комитет предъявил обвинение 16-летнему студенту Саранского училища. Он обвиняется в изнасиловании 15-летней девушки. В дежурную часть отдела полиции номер 4 УМВД России по городу Саранск поступило сообщение пенсионерки, проживающей в Саранске, о том, что была изнасилована ее внучка 2004 года рождения. Как пояснила потерпевшая, преступление было совершено в квартире, где проживал ее знакомый, 2003 года рождения. В тот день в жилище собралась компания из нескольких человек. Как часто бывает в таких случаях, в молодежной компании без спиртного не обошлось. Когда захмелевший парень остался с девушкой наедине, то предложил школьнице вступить с ним в половую связь. Девушка отказалась. Тогда студент училища применил силу и надругался над жертвой. О произошедшем потерпевшая рассказала лишь спустя несколько дней. Подозреваемый был задержан. В ходе разговора с сотрудниками полиции он дал признательные показания. С 2018 года подросток состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних за совершение имущественного преступления. До суда юноша будет находиться под домашним арестом. Преступление, в котором его обвиняют, относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание до 15 лет колонии. Сотрудники управления по вопросам миграции Республиканского МВД совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму и Саранского отдела полиции номер один провели рейд в местах проживания иностранных студентов, которые учатся в вузах Мордовии. У вас какой статус вы имеете? РВП, вид на жительство? Могите, что не нужно. Сейчас начнется есть часов. Чем будет? Могут, и сейчас начнется готовить. Литература есть в зарубежном? Литература в дом проведенной есть? Коран? Есть? Сотрудники полиции уделили особое внимание общежитию номер 8 по улице Ульянова в Саранске. Именно там проживает большинство иностранных студентов. Правоохранители проверяли документы, выясняли, чем занимаются иностранцы и какую литературу хранят дома. Как известно, некоторые книги входят в список запрещенных. Полицейские проверили более 400 уроженцев Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Сирии. Откроем проверку. Это ординатор. Второго года. Уже врач. Документы ваши. Ты книгу это с собой привез? Нет, здесь. А где купил? Ай? На рынке? Андрей, давай покупай, посмотрим по мне. Во время рейда за нарушение иностранцами правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания, в отношении двух студентов составлены административные протоколы. Оба заплатят штраф по 2000 рублей. Днем 4 ноября, пока горожане отмечали День народного единства, на Химаше сгорел частный дом. Фото и видео пожара попали в социальные сети. По словам очевидцев, бесхозный дом полыхал по улице Короленко. По информации республиканского МЧС, никто не пострадал. Стоит сказать, что рядом с частным домом были построены многоэтажки. Застройщики давно заглядывались на кусок земли, на котором расположен дом. Был ли это поджог или неосторожное обращение с огнем, сейчас выясняют правоохранительные органы. Редактор субтитров А.Семкин